Я буду туда сюда ходить и точно не уйти. Вот, иногда сюда, иногда туда. Хорошо? Я включила его вообще? Вот, по-другому никак. Дорогие жители Кустана, я очень рад. Я почти три года не был в вашем городе. Я постоянно на дороге. Я вчера был, после вчера был в Дагестане, вчера был в Чечне. Ночью прилетел в Москву, через Москву, Челябинск. И пока добраться до вас, вот так. И завтра с вами работаю, после завтра мне надо быть в Турции. А потом один из надо быть в Ахтюринске. А с моим остальным на дороге. Это сейчас моя жизнь, сейчас моя работа. Я этим занимаюсь, потому что это моя миссия. Есть ли среди вас люди, которые прочитали какие-то мои книги, или хотя бы посмотрели в Ютубе, или где-нибудь, какие мои ролики? Или тренинги послушали, да? Тогда вы знаете, чем мы занимаемся. Я обучаю людей финансовую грамотность. И основа того, что я обучаю, я убежден, что чем большее количество людей будут финансово грамотны, тем легче становится в нашей обществе жить. Люди, которые почитают наши книги, они добывают свои цели. Люди, которые послушают наши тренинги, мы помогаем людям избавиться от долгов. Мы помогаем людям правильно построить бизнес. Мы помогаем людям, чтобы не банкротиться. Мы помогаем людям, чтобы их семья не развлась. Очень многие люди благодарят нас за то, что наши тренинги по США. Это помогло им либо пробрести свою мечту, либо избавиться от долги, либо избавиться от ссоры, непонимания, которое у них было в жизни и так далее. И вот так. Наша школа основном занимается этими делами. Я буду сегодня говорить с вами о деньгах и так далее. Возможно, среди вас есть люди, которые не знакомы с нами. И впервые просто, может быть, кто-то рекомендовал вас, пойдем на это занятие и пришли сюда. В течение 3-3 минуты расскажу вам историю одного парня, а потом буду говорить о деньгах. Эта парня родился, 10 ребенок в семье, в одном селе, где далеко. И очень успешной семье. И когда по окончании средней школы, когда он закончил среднюю школу, он не мог получить образование, потому что была пристройка, гражданская война и очень много трудностей. Пристройка, они все потеряли. И он вырос без отца, ему было годы, когда отец умер. Авария попала отец. И этот парень в средней школе был один из лучших. В 36 Олимпиаде участвовал. Дважды был в Арктике. Если в Советском Союзе были хорошие пионеры, мы могли бы вас отправлять в Арктик. И вот по окончании школы перестройка, и он не мог получать высшее образование, бросил три вуза. После этого происходит такое, что когда он три вуза бросил, денег не было учиться, тяжело было. И он принимает решение, что уехать из страны и как-то не будет, подрабатывать, чтобы вернуться и получать образование. Первые полгода он попадает в чужую страну, чужая земля, где языка не знает, где никого не знает, ни с кем общаться, ни у кого попросить советы, и никакая надежда. То есть нет никакой надежды будущего. И вот так он попадает совсем, можно сказать, полгода живет на улице. Иногда ему придется кушать хлеб с мусоркой, чтобы не умереть от голода. И вот через жестокую судьбу спитание пройдет. И был однажды такой эпизод его жизни, что тот ночь, это ноябрь месяц, и это очень холодно в России, и тогда этот парень тот ночь ночует в коробках холодильника. И если вы покупаете телевизор на холодильнике, там есть кордоновые коробки, и в этих кордоновых коробках отлично упакуют технику. И он тот ночь ночевал в этом кордонном коробке над крышей какой-то склада. Но утром, когда он поднимает эту коробку, над него было больше 40 сантиметров снега. И вот в такие минуты переживая много чего, но этот парень эти вещи воспринимал как уроки судьбы и продолжал идти дальше. Вот. Однажды он начал осознавать, что тяжелым физическим трудом он не мог ничего изменить в своей жизни, потому что история нету, чтобы кто-то, кто-то такого сделал, он в разум мире. И после этого он принимает решение, что однажды я стану богатым и научу этому, и помогу многим людям. 27 лет эта парень стали финансовым свободным. 29 лет первое банкротство. Первое банкротство, 29 лет. 30 лет снова он поднимается на ногах. 301 года он привезет средня за одного американца, и этот американец продвигает идея инвестиционных проектов. В тех годах инвестиционных проектов не так было развито, сейчас очень их много. На каждом шагу сейчас вы встретите разные инвестиционные проекты. Тогда таких вещей не было. И этот парень попадает в долгах 174 человека. И получается так, что это американец покупает его бухгалтеру, администратору, и они звонят людьми, говорят, вот этот человек туда инвестировал, хотел бы ты инвестировать и так далее. И эти люди, чтобы зарабатывать, тоже начинают вкладывать деньги и так далее. Но потом, когда этот американец банкротится, все эти люди побегают к нему в офис. И этот человек возвращает на 174 человека почти около 2 миллиона долларов, которые он не брал, попадает в долгах. Чтобы вернуть этим людям эти деньги, это долги, придется брать еще новые кредиты и так далее. Через год этот бизнес, в котором он брал кредиты, тоже банкротился, и долги добавились почти на полмиллиона сверху. И в общем итоге около 3 миллиона у него были долги. Он за какой бы проект они берет, эти все проекты заканчиваются новыми долгами. Он пытается строить гостиницы, не получается. Пытается типографии построить, не получается. Химчистки построить, не получается. В общем, за что бы не возьмет, это заканчиваются новые долги. А чтобы каждый проект запустить, деньги нужны, ему придется еще брать ток. И вот так жестокая судьба испытывать его. В общем, 36 лет, ой, это парень 6 лет, около 6 лет отдает долги, 38 лет он заканчивается, 37 лет снова миллионер. Ему сейчас 41, у него 21 бизнес, и он стал читать тренинги. Мои бизнесы в сфере недвижимости, я строю многоэтажные дома, у меня рестораны, и фастфуды, сейчас и сеть магазинов оптики, сеть магазинов парфюмерии, заводы, производственная вода и так далее. В разных странах я делаю бизнес, и в России, и в Казахстане, и в Дубае, и в Америке, и в Китае, и в разных странах. Одно из моих бизнес-садоводство, я сажаю много дерева и так далее, я любитель дерева, свежие фрукты и так далее. И моя компания Аберикос является самой крупной экспортером компания с Таджикистаном по свежим фруктам в России и Китае. И вот, теперь я сегодня буду говорить о деньгах, я это рассказывал для того, чтобы вы не думали, что, конечно, ты доктор наук, ты профессор, ты миллионер, конечно, тебе легче сказать, были бы у тебя мои кредиты, или был бы у тебя мой доход, посмотри, что ты делал бы, поверьте, мои проблемы были намного больше, чем ваши. Я пережил все, и унижение, и рейкотеров, и бандитов, и финансовой полиции, и милиции, кого угодно, когда вы попадаете в милицию, по-моему, я... Ай, все настроение спорта. Пожалуйста, все ставьте телефоны беззвучными. Возьмите телефон, ставьте беззвучными, вы не одни здесь. Когда вы приходите в мероприятие, вы должны первую ночь, а что заболевать? Что вы с людьми, а люди, они разные. Кто-то из вас сюда пришел, может быть, там, ради любописства, ну, ничего было, дело, ладно, недорого, пойду, послушаю, что там будут говорить. Так же? Но кто-то из вас сюда приходит с последней надеждой. Он побывал там, побывал там, побывал там, уже, может быть, 20 лет работает, может быть, 30 лет работает. Ищет какой-то способ изменить свою судьбу. А этот человек как доходит, так как это понимание, и на тебе ваш телефон звонит. А вы понимаете, что восприятие человека, что формировалось, минимум полтора часа надо, чтобы он сосредоточился на одного, на одной мысли. А второй раз к этому, может быть, он в ближайшие 5 лет даже не попадает в это состояние. Я специалист по человеку. Поэтому до 20, уже скоро, 21 год, вот как я работаю с людьми, провожу тренинги и так далее. И это большой срок, большой срок, это 20-21 год. Если по одному человеку я каждый день встретился, это уже достаточно много людей. А вы видите, каждый день сколько людей я встречал за протяжение 20 лет. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы вы не мешали друг другу. Позаботьтесь о том, чтобы вы не отвлекали друг друга. Когда мы будем разговаривать, не ходите, не шевелитесь, не туда-сюда. Почему? Потому что мозг человека так работает. Если он слышит какой-то звук, или он, если видит, что кто-то прошел, он обязательно поворачивает, смотрит, глазами сопровождает, пока человек до конца не просит. Потом он так смотрит, ты прошел или нет. А вот потому, что он смотрит, как другие пройду, умнейстый. Такова природа человека. Странно, но любое, что-то шевелится, двигается, звук и созор, человек туда и отвлекается. Поэтому, пожалуйста, я очень прошу вас не отвлекаться и будьте здесь. Договорились? Да. Настроение у вас хорошее? Отлично. Вот. Теперь будем продолжать, хорошо? Вот. Я обучаю людей о деньгах. Очень многих людей обучал. Почему о деньгах надо учиться? Я не знаю, возможно, вы понимаете это, возможно, вы не понимаете. Я встретил людей, у которых есть активное мышление, то есть жизнь их заставит понять. Другими словами, сама жизнь их переобучает. Другими словами, жизнь заставили понять эти вещи. Но я встречаю людей, которые игнорируют, отрицают эти вещи, они говорят, ой, это понятно, это ясно и так далее. Сначала мы давайте поговорим о нескольких вещах. Вот. Существует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...